Друзья мои, вот, чтобы вы понимали, мозг, как и мышцы, требует тренировки. А что это за тренировка? И, собственно, правда ли это? Поговорим с профессиональным психологом Анна Ганничева у нас в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, зачем нужно постоянно тренировать мозг? И вообще, возможно ли это? Можно тренировать мозг? Конечно. Вы же сами сказали, что это мышцы. И, собственно говоря, как мы тренируем тело, мы можем тренировать наш мозг, потому что от того, насколько он у нас прокачан, зависит вообще продолжительность нашей жизни. И на самом деле заболевания, которые бывают уже у возрастных людей, в частности, болезнь и деменция, она связана с тем, что утрачиваются когнитивные функции, и мозг не способен уже запоминать информацию. Поэтому если мы хотим, чтобы мы жили долго и счастливо, желательно окружать себя какими-то интересными книгами, новыми занятиями, людьми интересными, которые способны дать нам какую-то новую информацию, и, соответственно, мозг будет ее перерабатывать, и даже во взрослом возрасте мозг может формировать новые нейронные связи. Хотя вообще мозг у нас начинает формироваться еще в утробе матери, и у ребенка он развивается, вот буквально как он рождается, до 25 лет, то есть мозг растет. Потом это все, скажем так, приостанавливается, но если мы хотим опять жить интересной жизнью, если мы хотим, чтобы продолжительность жизни была долгая, то, конечно же, стоит этим заниматься просто для того, чтобы быть счастливым. Ну, есть какие-то прям подтвержденные исследования, что есть зависимость, скажем так, развития, то есть интеллектуального, то есть концентрации ежедневного умственного труда на продолжительность жизни? Ну, конечно, таких исследований достаточно много, причем, когда мы говорим про психологическое здоровье, да, я со своей такой профессиональной могу стороны сказать, то на продолжительность жизни и на вообще уровень счастья человека, на качество жизни влияет ментальное здоровье, то есть то, как мы думаем, то, как мы мыслим, потому что у человека достаточно часто бывает такая история, как ловушки мышления, то есть такие, скажем так, снова такая экспертная фраза, когнитивные искажения, то есть когда мы думаем что-то, но на самом деле это может быть неправда. Я сейчас приведу пример. Поверьте, это огромное количество людей, которые живут и заблуждаются в том, что они правильно мыслим. Да, да, вот то есть когда у нас с вами есть ментальное здоровье, когда у нас есть эмоциональное здоровье, да. Я бы даже подвел, друзья мои, это одним словом, адекватность восприятия реальности, да. Да, это правда, это крайне важно, поскольку... Сейчас приведу пример. Немного вот закончу про качество жизни. Итак, наше эмоциональное здоровье, когда мы понимаем свои эмоции, когда мы можем ими управлять, контролировать эмоции, наше физическое здоровье, когда у нас есть, ну, я думаю, что это понятная история, и когда вот эти все три совокупности у нас, скажем так, в балансе, то человек действительно чувствует себя удовлетворенным от жизни. Очень важную вещь вы сейчас на самом деле сказали, да, и я, причем, раньше как-то об этом не задумывался, вот правильное восприятие реальности, адекватность восприятия реальности зависит, ну, от этого зависит качество жизни, ну, то есть вообще эффективность поведения, да, с окружающим миром, восприятие его. Но это же зависит, первое, от генетических предрасположенностей, второе, от родительской группы, которая тебя во все это приводит. И если этого не произошло, потом как это возможно восстановить, то есть потом это уже не надстроишь, все уже. Нет, ну что... Уже механизм, уже механизм кормили неправильно, уже работает неправильно. Смотрите, здесь же очень важно, насколько сам человек готов осознавать, что у него что-то в жизни происходит не так, как ему хотелось бы, и он идет и ищет для себя ответ на вопрос, а почему, собственно говоря, я живу не так, например, как мне бы хотелось. Простой пример. Ко мне на консультацию приходит девушка. Мы сейчас исключим момент конфиденциальности, это такая, ну, скажем так, собирательный образ. И она говорит, ты знаешь, вот я хочу начать новый бизнес, хочу попробовать себя в каком-то новом деле, но вот я пробую, у меня не получается, я пробую, у меня не получается. Начинаем как бы выяснять, а что конкретно не получается. И вот простой пример. Она говорит, я договариваюсь с человеком, что я, например, делаю фотосъемку бесплатно, а девушка мне делает, например, отзыв, ну, насколько ей понравилось. И в итоге она делает фотосъемку, а отзыв не получает. И она делает вывод, что она плохо сделала фотосъемку, она плохой фотограф, просто потому что отзыв ей не прислали. А отзыв ей не прислали, потому что та забыла, что нужно прислать отзыв. И когда мы начинаем смотреть, говорит, слушай, а ты спросила, почему не прислала отзыв? Или можешь ли ты прислать, пожалуйста, отзыв? Ну нет, мы же договаривались. И здесь получается вот эта ловушка мышления, чтения мыслей. То есть мы начинаем додумывать за другого человека, что он на самом деле считает. И вот это одно из вот этих когнитивных искажений, которые реально мешают человеку жить. И когда ты подсвечиваешь, что слушай, а было бы здорово, если бы ты просто написал и сказал, ты знаешь, вот мы с тобой договаривались, ты можешь вот прислать мне отзыв о моей работе? Причем не важно, положительные ли ты отрицательные, она-то как раз не была готова к отрицательному, поэтому я не хотела даже спрашивать. Да, ну и здесь вот эта история, что, скорее всего, она плохой фотограф, у нее плохие работы. И я говорю, что предположи, что, может быть, человек забыл. У нас такой ритм жизни, что если там условное напоминание в телефоне не поставишь, то, возможно, ты действительно не сделаешь то, что нужно. Как вы хорошо думаете об этом человеке? Может быть, до 100% забыл и просто договаривались, не исполнила часть своего договора. Да, да, так бывает. Поэтому это можно исправить. Все-таки возвращаясь непосредственно к тренировке, какие основные методы тренировки мозга, ну, наверное, для людей уже старше 40, потому что это самое актуальное, потому что до 40-то все активные, активно включены в социальную жизнь, а вот после 40, после 50... Не бояться узнавать новую информацию. То есть здесь узнавать и применять ее на практике. Потому что именно так будут формироваться новые нейронные связи, и ты будешь давать ту самую подпитку своему мозгу. То есть новое. Самое главное. Анна Гоничева, друзья мои, профессиональный психолог у нас в гостях. Ну что ж, шахматы, кроссворды, иностранные языки, путешествия – это все вам в помощь.